Православные продолжают отмечать Пасху. Торжества продлятся всю неделю, которую называют Светлой Седмицей. В колонии на резинотехнике побывал архиепископ Кирилл. Пасхальное богослужение он провел в храме, построенном осужденными. Архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла в первой колонии уже ждут. Вокруг храма выстроились около 200 осужденных. Войти внутрь все не смогут, места слишком мало. Церковь осужденные построили своими силами. Более 10 лет назад. Тогда в христианской общине было всего 15 человек. Сегодня здесь уже нет ни одного строителя. Все освободились. В церковь заходят в первую очередь члены сегодняшней православной общины колонии. В последние годы их число остается практически неизменным. Полторы сотни. Те, кто бывают здесь только по праздникам, остаются на улице. И первые и вторые слышат, как проходит служба одинаково хорошо. На улицу выведен динамик. Задача состоит в том, чтобы люди, которые попали сюда, чтобы они себя не чувствовали обделенными в этой жизни. Церковь сходила в первую очередь. В колонии не принято говорить вслух о своих переживаниях. А сами исправительные учреждения, в отличие от осужденных, следуя концепции реформы, наоборот, становятся все более и более открытыми. В ближайшее время в Ярославской области планируют внедрить опыт красноярских коллег. Каждому сотруднику дежурной смены переносные видеорегистрации, на которые будут документироваться действия сотрудника нашего при общении с осужденными, а также действия осужденных и их реакция на законные требования администрации. Был крещен еще в то время, когда были гонения на церковь. Отец, дай Бог ему здоровья, был в то время первым сказарем. То есть, понимаете, это очень серьезно. Но, тем не менее, все были тайны, крещены. Олег Петров один из немногих осужденных, кто рассказывает о себе. В ближайшее время он надеется условно-досрочно освободиться и уже готовится к жизни на свободе. Спасибо, ребята, до свидания. Зоя Рыжкова, Александр Быков, Городской телеканал.